Здравствуйте, мои дорогие френды, одногруппники и все, кто интересуется в данном случае графическим портретом. Настало время поговорить честно и серьезно. Вот посмотрите пример. Я сейчас сделал этот портрет, заказ по фотографии. Я не отрицал и не отрицаю необходимость такой работы. В конце концов, более того, она меня в какой-то степени даже кормит, хотя это не основной мой заработок. И тем не менее, желающих очень много и очень много по этому поводу вопросов и мыслей. Сейчас я попробую очень вкратце их рассказать и поставить, может быть, точки над «и». не знаю, получится ли это когда-нибудь вообще в жизни. Ну, так или иначе, интересный разговор. Устараюсь ненадолго. Итак, два портрета. Вот смотрите, видите, этот я сделал, да? Вот этот. Ну, собственно, они достаточно похожи, конечно, они разные. Я это потом покажу. Вот. Я вот сейчас рисовал, собственно, у меня эта мысль-то пришла в голову. Вот сейчас я это делал, доделывал. Вот я вам на ваших глазах. Надо было, конечно, по-хорошему бы это делать с самого начала, показывать и демонстрировать. Вот. Работаю. Но у меня возникла мысль. И я сейчас ею с вами поделюсь. Интересный. Ну, практически я его закончил, да? Обо всех нюансах и деталях работы я расскажу отдельно. А сейчас основные тезисы, да? Итак, этот портрет по фото я делал, естественно, с применением, ну, как бы современных средств. Как видите, окончательная финишная, так сказать, доработка, она полностью ручная, абсолютно ручная. Подложка была сделана. Сначала была сделана фотография, потом вот я ее перевел в серый цвет для того, чтобы мне получить разные вариации. Причем этот портрет этой девушки, он есть в нескольких вариантах. И это мое условие, которое я ставлю заказчику. Уж если вы не даете мне нарисовать самому эскиз, если вы не даете мне самому сфотографировать, но нет такой возможности, то давайте хотя бы присылайте мне несколько фотографий, желательно в самых разных ракурсах, в разных ситуациях этого лица. Она у меня есть, но я не буду здесь сейчас перелистывать. Она есть у меня в разных этих самых. Вот такая красавица, да? Вот здесь я смотрю, еще блика не хватает, надо его добавить. Сюда вот. Да, вот совсем маленько. Смотрите, как сразу взгляд другой стал, да? Вот. Что в этой ситуации, трагическое в этой ситуации? Это я, когда рисую, я вот это делаю, я сам получаю от этого удовольствие, потому что я работаю со штрихом, я работаю с материалом, мне это интересно. Но, собственно, сама обработка лица, сама формулировка, я не чувствую себя художником. Я, ну, я и не являюсь в данном случае художником. Я уже рассказывал, что, собственно, композиция найдена, кадрирование сделано практически. Лицо этой девушки и ее эмоции, они уже существуют, и это ее принадлежность, да? Что я здесь сделаю как художник? В лучшем случае я здесь добавляю свой авторский жест. Кстати говоря, про цену. Я не буду ее называть, сейчас не об этом речь, но она очень маленькая, скажем так, по меркам вот этой работы и даже по меркам рынка вот этого вот. Если бы наши иркутские заказчики были чуть-чуть щедрее, то я бы, конечно, прорабатывал бы, если им это надо, естественно, гораздо тоньше, рисовал бы буквально каждый волосок. Но это и хорошо, что эта работа имеет вот такую лаконичную форму. Мне это больше нравится даже. Пусть они платят меньше, но я им говорю, я его буду делать быстрее, лаконичнее, они соглашаются, потому что как бы они понимают, что они там могут заплатить много за каждый волосок. Я им примерно так и говорю, давайте, каждый волосок стоит рубль, да? Если вам это так нужно. И я за вот, сосчитаем, сколько я здесь линии проведу, да? Вы мне за каждый заплатите там рубль или 10 рублей. То есть, но это глупость. Это глупость, но которая работает, то есть вот этот факт, факт или аргумент, он работает. Я говорю, не в пересчете волосков дело. Даже от реснички у человека можно сосчитать. Я могу их все прорисовать одну до одной. Я начинаю объяснять, ну зачем это нужно и сейчас это не нужно. Короче говоря, я применял разные средства. Финиш был вручную. Все-таки, я считаю, что в этой работе есть... Я специально оставил. Я вот не стал прорисовывать это все волоски и доводить до фотографий один в один. Это можно сделать. Это можно сделать, имея усидчивость и имея навык. Вот. Но я специально оставил некоторую, как бы, вот такую вот авторскую, авторский язык, авторский жест. Это можно видеть по деталям здесь, здесь, здесь. То есть, все-таки, все-таки я пытаюсь... Ну, это такое желание мое. А оставаться художником, хотя в таких работах оставаться художником практически невозможно. Здесь хороший мастер, хороший уместительник, да? Собственно, к чему я сейчас все это веду? К маленькому объявлению. Именно в группе. Я организовывал группу эту. Я уже говорил, писал много раз. Как раз, как противопоставление вот этим работам. Понимаете? Вот кто-то даже, по-моему, разницу не видит между вот этим портретом и вот этими портретами. Вот моя задача объяснить эту разницу. И когда вы эту разницу поймете, может, вот этой работой и между вот теми, которые на баннере, да? Когда вы, наконец, поймете эту разницу, вы поймете, чем отличается творчество от ремесла. Причем, часто ремесла в плохом смысле этого слова, да? Ну, может быть, и совсем неплохое ремесло, да? Вот здесь еще осталось мне поставить автограф. Как ставить автограф? Где ставить автограф? Каким ставить автограф? Это ведь тоже интересный вопрос, и на него можно отвечать. Беседила. 2018 год. Так вот, я делал эту группу для того, чтобы как отдушину я там написал самому себе. Потому что у меня есть портреты, которые я чувствую себя художником, которыми я могу гордиться при всех их возможных недостатках. И есть работы, которые я на выставку не показываю. Я их даже в интернет не выкладываю. Потому что я здесь, в общем-то, себя-то особенно не вижу. Я могу, конечно, выложить это в интернет, и, может быть, вот в этой группе выложу, но как пример того, что я на выставку не понесу, того, что я... Ну, выставку я подразумеваю официальную выставку Союза художников. Опять же, выставки бывают разные. Кто-то там хвастается, что у него какие-то там выставки, чуть ли не за границей. Ну, малый какой их там... Вася Пупкин организовал эту выставку. Я имею в виду официальные, серьезные выставки. Не Марата Гельмана, который проповедует одно, ну, то есть свое субъективное, не Иванова, Петрова, Сидорова, не еще какие-то там субъективные, а те общие выставки, которые, собственно, являются показателем уровня. Ладно, не о выставках речь. Речь о том, что я эту работу, естественно, на выставку не подам. То есть на мою, ту, которую я считаю авторитетной, ту, которая, в общем-то, определяет мой статус как художника. Мне стыдно. Я это коллегам могу показать, да, чтобы они так посмотрели, сказали, как классно срисовал, да. Но не сказали бы, что какой ты вот отличный художник. Коллеги мне так не скажут, благодаря этим портретам. Вот в чем дело. Так вот, и группу-то я эту организовал именно для того, чтобы противопоставить вот этой работе, которая в нашей жизни есть. Эти портреты в нашей жизни есть, есть в нашей жизни даже халтура, в конце концов. И мы иногда вынуждены идти на эти компромиссы. Но лишь бы не обманываться, лишь бы самому-то знать, самому-то отличать вообще, где ты все-таки честный, а где ты врешь. Да, с точки зрения торговли и капитализма невыгодно рассказывать эти секреты все. А секретов здесь очень много. Дело в том, что вот эти две работы, вот эти два портрета, я сделал за сегодняшнее утро, за полтора часа. При этом я могу сказать, что если бы я не применял какие-то средства фото и так далее, конечно, я бы его делал гораздо дольше. Я сделал бы его точно с таким же качеством. Но это бы мне, как сказать, было бы намного сложнее, скажем так, делать. То есть надо было бы вспоминать там все основы, грамоты и так далее. Так вот, в чем парадокс? В чем парадокс? Делая те честные портреты, про которые я говорю, как честное искусство, там есть художник, тот человек, та личность, которая применяет весь свой собственный багаж, накопленный, интеллектуальный багаж, ремесленный багаж, от себя. За два часа, делая такую работу с помощью вот всей этой компьютерной техники и фотоцифровой техники, выключается напрочь творческое начало. То есть я не делаю сам формулировку этого лица, формулу этого лица. Она уже за меня сделана. Вот в чем дело. Но и это не самое интересное. Самое интересное, к чему я клоню, что здесь очень много секретов, хитростей. То есть надо знать достаточно хорошо компьютерную графику, чтобы подготовить эту работу, и потом надо иметь определенный навык рисования, который тоже нарабатывается, сделать этот портрет. Я знаю все эти секреты, я знаю, как это делается. Вы видите уже, что весь интернет заполнен вообще вот подобными вещами. И вы, наверное, уже сейчас... Вот если еще 3-4 года этого было незаметно, а я это знал еще 15 лет назад и 20, когда появилась компьютерная графика, я уже тогда понял все хитрости и возможности того, как можно с помощью техники обманывать себя и население. И поначалу это было забавно, а потом стало противно. Сейчас, когда я захожу в интернет, когда я выхожу на улицу и подхожу к нашему магазину Антей, где торгуют художники, я вижу, как эта компьютерная графика обманывает людей, то мне становится уже стыдно из-за художников и, в общем-то, за себя, когда я, в общем-то, это делаю. Вот этому заказчику я рассказывал, как я это делаю. Я ему сказал, да ладно, в общем-то, мне же нужен, в общем-то, вот результат для подарка девушке. То есть ему это не важно. Я всем рассказываю, ребята, ну вот я здесь не художник, я это просто делаю каким-то определенным хитростями и секретами, которые я сейчас не расскажу. Вот. Он согласен. Люди согласны. Это нравится народу населению. Ну что делать? Искусство разделено на попсовое, на популярное, скажем так, да, и на высокое. Что делать? Я в расселенности, я уже говорил, писал о каком-то компромиссе, как его найти. Ну, для себя я этот компромисс нашел. Собственно, я это делаю иногда, нечасто, да. Я понимаю, где я художник, где я, ну, не художник. Я часто, честно объясняю заказчику, как я это буду делать. Они согласны. Ну, согласны, согласны. Я даже здесь ставлю автограф. Хотя я часто на всех вот этих вот работах, даже иногда и автограф не ставлю, когда там уже не остается меня совсем, да. Здесь еще, здесь достаточно много меня. Здесь, в общем-то, есть я. А часто заказчики просят такую работу, которая, в общем-то, там и не оставляет меня. И я тогда отказываюсь ставить автограф. Ну, что делать? Вот надо им. Им надо такие вещи. Ладно. Так вот, я думаю, что для нашей группы... А, я забыл сказать, что... Так вот, организовывая группу, я-то хотел сделать группу для того, чтобы показывать людям, что есть настоящее искусство. Какое оно настоящее. И вдруг я вижу, что подавляющее большинство, за исключением, ну, может быть, пяти, десяти человек, которые получают, так сказать, удовольствие и кайф вот от таких работ, подавляющее большинство хочет, особенно в группе много так называемых самоучек, да, которые хотят научиться именно так, и больше им ничего не надо. У них задача, да, так вот научиться пойти на рынок, ну, или в интернете, в виртуале, да, или пойти на улицу, что сложнее, между прочим, и начать штамповать вот такие работы. И зарабатывать этим деньги. Они, понимаете, они там работают бухгалтерами, милиционерами, офицерами сейчас в отставке и так далее, ну, очень много, слесарями всякими. Вот меня тут на меня обиделся один слесарь по ремонту, значит, станков. Он у нас в группе был, потом он из группы вышел, да, и обиделся на меня, что я вот чего-то секреты какие-то таю и не хочу его научить. И он меня называл коллегой, я, говорит, хотел у коллег поучиться, только я не понял, какой я ему коллега, по ремонту станков все-таки или коллега по искусству. Ну, по искусству я ему явно не коллега, по станкам тоже не коллега, да. Короче говоря, он обиделся, что вот я там не даю секретов. Так вот, я к чему все это клоню? Находим компромисс. Ну, хотите вы вот делать так, как я заказчику говорю, ну, вот хотите, чтобы я вам так сделал, по фото, с помощью всяких компьютерных хитростей, да, я сделаю, он согласен. Хорошо, я сделал, я получил свои деньги. Деньги можно было получить большие, но это иркутяне, иркутяне у нас люди небогатые, я с них много не беру. Вот. Ну, полтора часа работы, что вы хотели, в общем-то. Ну, для секрета скажу так, что один час работы, где бы то ни было, когда нет возможности оценить ее, я оцениваю примерно от двух до трех тысяч рублей. Один час своей работы. Это вот, когда нет расценок и нет точных ориентиров. Короче говоря, работать час меньше, на сегодняшний день, меньше, чем за полторы и две тысячи рублей, я не буду. Ну, просто я не буду этим заниматься. Ну, вот можете примерно ориентироваться, да, с ценами. Хотя, я знаю, что это стоит и дороже. Вообще, такой вот портрет мог бы стоить гораздо дороже. Вот. Но дело-то не в этом. Короче, компромисс. Итак, компромисс. Не знаю, я посоветуюсь еще, может быть, с модераторами, может быть, посоветуюсь с умными людьми, которые меня так понимают и поддерживают. Надо ли вообще вот этот балаган? Ну, так или иначе, я предлагаю следующее. Если есть желающие научиться рисовать так за два занятия, вот так, точно, за два занятия, совершенно не имея практически ни школы, ни училища, ни института, я могу вас этому научить. Вот. Это не парадокс. Я высмеивал те объявления, которые идут в интернете, что, мол, типа, научим рисовать за один день. Конечно, это абсурд. Рисовать за один день научить невозможно. А вот делать такие портреты за два занятия я научить могу. По крайней мере, я могу гарантировать, могу гарантировать, что вы узнаете все секреты. Все остальное будет зависеть, ну, от вашего, от ваших способностей, от вашего терпения. Никаких... Способности не талант, не талант, а способности просто. Талант, это отдельный разговор. Вот, если у вас есть способности, ну, хотя бы карандаш в руках держать, да, и проводить линии, более-менее, там, какие-то навыки. Это навык есть у всех. Но это уж надо совсем быть, наверное, с глубокого-глубокого похмелья, чтобы вот тут рука тряслась, там, и невозможно было линию провести, да. Ну, так вот, такая вот интересная штука. Ну, опять же, наверное, она экспериментальная, я не знаю, насколько она моральная, но я предлагаю, хорошо, если есть желающие, за два занятия, примерно по полтора часа, индивидуальное занятие, обратите внимание, я не буду это кидать в толпу, я готов вас научить рисовать такой портрет. Делать. Ну, в принципе, и рисовать тоже. Я покажу все секреты, более того, я в качестве примера возьму вашу фотографию. Итак, условия. Открываю онлайн-курсы по изготовлению портретов по фото, гарантирую, что любой вменяемый человек с образованием средней школы за два занятия узнает все секреты и узнает, как делать такой портрет. гарантирую, что вы поймете и будете знать, я не могу гарантировать, что вы вот сразу сделаете такой портрет. Я могу гарантировать, что если вы, узнав все те секреты, немножко-немножко, ну, это не институт, это не это, ну, может быть, неделю, может быть, даже некоторым, но некоторым понадобится один-два дня, потом попрактикуетесь, приобретете некоторые дополнительные инструменты, ну, в частности, так, с графическими материалами я все объясню, какие надо применять, объясню, ну, минимум тот компьютерной техники, тот минимум, практически есть у каждого, практически у каждого есть сегодня, чтобы делать вот такой портрет, все, записывайтесь ко мне на курсы, все, я решил в конце концов тоже выходить на рынок, но, видите, я остаюсь честным, я говорю, вот это не искусство, я вас научу этому ремеслу, индивидуальное занятие, два занятия, два индивидуальных занятия, вы получаете в результате вот такой портрет, вы получаете все знания, плюс к этому я даю материалы кое-какие, интерактивные, ну, то есть ссылки на хорошие примеры и так далее, и так далее, вот, я в вашем, у вас на глазах за эти два занятия, то есть выполняю такой портрет, вот такое, вот такие уроки, я предполагаю, что первое занятие, условно говоря, полтора часа интерактивное, через интернет, общение с вами, это будет часть рассказ об основах, рассказ о секретах, и я на ваших глазах за полтора часа сделаю ваш такой портрет, вы будете это видеть, второе занятие будет посвящено, и в конце я дам задание, которое вы сделаете, домашнее задание, и на следующее занятие, один час, полтора часа, вы мне покажете ваши упражнения, и я по ним объясню вам ваши ошибки, и как бы дам дорогу вперед, вот, два занятия, первое, я мастер-класс, да, и урок, я рисую на ваших глазах, ваш портрет такой, вы это все видите, самое главное, видите те секреты, о которых вам никто не рассказывает, я скажу вам, я вам их расскажу, вот, и на следующее занятие мы поработаем непосредственно с вами, то есть, первое занятие я рисую, второе занятие вы рисуете, я вам подсказываю, все, стоимость одного занятия пять тысяч рублей, два занятия десять тысяч рублей, да, такая цена, но учтите, что в результате этого вы потом будете делать вот такие портреты, это я специально почти, ну, в общем, для московских, по-моему, цены, это совершенно нормальная цена, да, для Иркутска, это, конечно, великовато, для иностранных жителей, это вообще, по-моему, копейки, и так, два занятия эксклюзивных, индивидуальных, при этом я понимаю, что те секреты, которые я передам, секреты мастерства, так сказать, ну, я их отдам, вы их можете потом распространять, вы можете выкладывать это видео, которое я вам, ну, собственно, интерактив, эту трансляцию, вы можете потом выкладывать в интернет, на здоровье, но вы же за это мне заплатите уже, да, мне это не жалко, мне секретов не жалко, я их могу бесплатно рассказывать, что я, собственно, и делаю, но в данном случае я решил все-таки извлечь из этого пользу, объяснив всю подноготную, всю проблематику, как бы художественную этого искусства, в кавычках, но я сделал все, что мог, согласитесь, да, я приложил огромное количество усилий, чтобы вас от этого дела отвратить, чтобы предложить вам настоящее искусство, если вы хотите научиться, вот, собственно, этому ремеслу, за два занятия, я готов с вами этим поделиться, ну, и, наконец, а те, кто хочет быть настоящими художниками, долготерпивыми, и делать настоящее искусство, а не вот портреты по фотографиям, оставайтесь с нами в группе, оставайтесь со мной, и бесплатно читайте материалы, смотрите те части, те мои публикации, где я говорю именно о настоящем искусстве. Я всегда говорю и говорил студентам, что, да, я не могу вас сделать за одно, два, три занятия художником, но я всегда вам могу объяснить даже за одно занятие, что есть не художник. Потому что большинство подавляющих, приходящих ко мне в той или иной форме, приходящие, я вдруг обнаруживаю, что они не знают самой главной базовой вещи. Они вообще не знают, где искусство, а где неискусство. Я не смогу вас научить за одно занятие искусству вот в том объеме, в каком я его знаю, в каком я его понимаю. Но я вам могу объяснить, что это неискусство, и вы начнете уже понимать, то есть различать, это очень важное знание. Ну и как вот я сегодня объяснил, я могу вас за эти два занятия, в принципе, даже за одно, если хотите. В принципе, можем ограничиться одним занятием. Ну, то есть, я уже объяснил, да, схему. А первое занятие рисую я, это мастер-класс, ваш портрет, и объясняю все секреты. И второе занятие, если вы хотите, я работаю непосредственно с вами, то есть я вам отвечаю на ваши все вопросы, даю рекомендации, даю советы уже непосредственно лично для вас, по вашим, так сказать, индивидуальным особенностям. Понятно, да? Повторяю еще раз. Итак, первое занятие, ваш портрет по фотографии у вас на глазах, в интерактиве. Рассказываю все секреты и, может быть, отвечаю на некоторые вопросы по ходу этой работы. Второе, это пять тысяч рублей. Второе занятие, я даю вам задание, и вы рисуете сам, сама, само, делаете. Наверняка у вас вот с первого раза совсем вот точно так же не получится, но получится очень похоже. Я вам вот это гарантирую. Получится и похоже на фото, и похоже на этого человека, и в конечном счете будет не хуже, чем то, что мы видим в интернете выложено. Вот это точно будет не хуже. Это вы научитесь делать за одно занятие. И если вы захотите как-то совершенствоваться, то еще одно занятие индивидуально, лично с вами, тоже пять тысяч рублей. Все. Вот такая вот интересная информация. Сегодня с утра мне пришла в голову, думаю, действительно. Я сделал все, что мог, как художник. Теперь пора мне становиться, ну, учить ремеслу, учить... Чему учить? Ну, рисовать по фото, короче говоря. Не страшное, не самое страшное преступление, хотя для меня, конечно, художники, которые обманывают... Вот смотрите, я сейчас все это говорю честно. И заказчику я тоже рассказываю это честно, да? Всем в интернете и заказчикам я все это объясняю честно, в общем-то. И, собственно, в этом моя миссия отделять мух от котлет и рассказывать людям, вот где есть искусство, где его нету. Я сопротивляюсь, как могу, вот такому вот искусству, так называемому. Хотя, да, это тоже искусство. Вообще слово «искусство», оно... Это не значит, что это не искусство. Ну, так это здесь искусство, да? А есть искусство, где творчество. Поэтому даже особой путаницы-то нет, но для меня она есть. Я-то ее все-таки знаю. Где вот искусство с большой буквы, а где искусство, и вот желание, в общем-то, вот только лишь показать себя людям. Где ты работаешь сам с собой, наедине с собой, это тоже ведь искусство, да? Я вот могу сейчас взять... Вот у меня висит там, например, на стене гитара, которую я, ну, школу музыкальную закончил, но я не выйду на сцену, вы понимаете? Я умею играть, но на сцену я не выйду, потому что я понимаю, что, ну, в общем-то, тот уровень, который я делал... Но я, сидя вот здесь в одиночестве, я достаю и извлекаю эти звуки, я достаю ноты, я играю, я это делаю для себя абсолютно без расчета, что я на этим буду когда-нибудь зарабатывать деньги. Что я это кому-нибудь покажу. Это интимный процесс самогармонизации. Я беру, провожу линию и получаю собственное удовольствие. Вот корявость или некорявость этой линии. Вот какофония тех звуков, которые я извлекаю, она меня подвигает на то, чтобы сегодня утром, вот если я провел вот эту линию криво и плохо, то я ее постараюсь исправить. И я исправлю в себе настроение. И я почувствую себя единым с гармонией вот этого мира. Если я сумел здесь вот что-то... Я не сумел, вернее, этого сделать. И если я бы вот сегодня с утра вот запорол бы вот этот рисунок, с точки зрения формы, да, ну, я бы ходил весь негармоничный, да, грустный. А сейчас я, в принципе, даже счастлив, даже сделав по фото. Как получать, как быть счастливым с фотографиями по фото, я, собственно, вас это учу. То есть, не будучи творцом, да, хотя, конечно, согласитесь, быть счастливым, чувствуя себя властелином, творцом, да, это гораздо круче, чем чувствовать себя умельцем. Рисовать по фото, обманывать людей, продавать и так далее. Ну, если вас это удовольствие, вот такое мелкое удовольствие будет устраивать, я вас научу, как я уже вам сказал. Итак, анонс. Повторю. Индивидуальные, эксклюзивные занятия, два занятия, два урока, два мастер-класса по полтора часа. Интерактивные с помощью интернета, с помощью онлайн-трансляции. Я общаюсь непосредственно с вами. На первом занятии я по вашей фотографии, предложенной вами мне, делаю подобный портрет, при этом раскрываю все секреты, раздеваюсь догола, рассказываю, как с помощью фотографии, фотоцифротехники, девайсов и программного обеспечения можно сделать за полтора-два часа такой портрет. Может быть, даже быстрее. Ну, в принципе, если бы я там сегодня поторопился, но я бы его сделал за час. Можно и меньше. Вы узнаете, как это делается. Это за одно занятие, за первое. Вы узнаете все эти секреты. Я отвечу на некоторые вопросы. В результате этого занятия вы узнаете, и вы получите от меня такой портрет. Я его пошлю вам по почте. Это удовольствие, этот портрет и эти секреты стоят 5000 рублей. И второе занятие. С вами непосредственно, когда вы будете рисовать, я буду вами руководить, вы будете делать, и я буду отвечать и править непосредственно ваши ошибки, подсказывать и так далее. В результате, что вы там получите, я пока не знаю, но что вы возьмете, но мы тоже можем взять какой-то портрет, еще один, и вы его при мне сделаете. И те вопросы, которые у вас будут возникать по ходу, я вам буду пояснять, объяснять. Это вот второе занятие. Два занятия. Цену я назвал. Пожалуйста. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok